У меня есть пачка, конечно. По случаю аномального тепла Русик и его соседи не впали в спячку. Как они себя при этом чувствуют, сказать сложно. Но посетители зоопарка довольны. Сезон зрелищ продлен. В зоопарках медведи, конечно, наоборот радуются, что температура более высокая, поэтому у них более продолжительный период активности. Ведь они сейчас меньше спят и больше радуют посетителей. Вообще, как медведь, сплю, давление упало, и все, этот ноль, чудовищная неприятность. Ввиду последних новостей, жизни медведей сравнение не актуально. Люди, когда в начале декабря на столбике термометра плюс три, чувствуют себя по-разному. Все зависит от возраста, состояния здоровья, метеочувствительности и многих других факторов. Непривычно, что зимой, декабрь, так тепло, как весной. Но на самочувствии никак, в принципе, не сказалось. Ну, как сказалось, конечно, непривычно. Дети школьного возраста радуются теплу и на переменах выскакивают на улицу раздетыми. Количество вызов на дом педиатра заметно увеличилось. Количество вызовов по педиатрической помощи выросло в среднем на 40-60, а у кого-то и в два раза увеличилось количество вызовов в среднем. Тоже касается приемов. А у взрослых увеличилось количество пациентов, посещающих врача по поводу нестабильного давления. По сообщению метеорологов, в ноябре температура воздуха была выше нормы на 5-8 градусов и составила в среднем 2 градуса ниже нуля. Весь ноябрь, так скажем, у нас преобладал перенос воздушных масс западного и юго-западного направления. Воздушные массы смещались с европейской территории и с районов Атлантики. Достаточно высокие скорости отмечались переносы этих воздушных масс, поэтому практически без трансформации эти воздушные массы приходили на территорию Иркутской области. Декабрь тоже обещает быть теплым, но уже не аномально, просто теплым. Среднесуточная температура будет на 2 градуса выше нормы. Галина Тюрнева, Любовь Фейфилова, Андрей Михайлов. Новости сейчас.